Потому что сейчас в эфире Каха Бендукидзе. Если кто не знает, это бывший российский бизнесмен, очень яркий, который уехал в Грузию, и если хотите, там лежит книжка, наверное, вы уже взяли её, почему у Грузии получилось. Я не знаю, там демонстрации идут в Грузии, но у них что-то получилось с коррупцией. Это описано в этой книжке, и это Каха Бендукидзе в основном. Значит, мы рады тебя видеть, и сейчас мы хотим тебя услышать. Расскажи, пожалуйста, то, что ты считаешь нужным, в том числе, что написано в книжке «Почему у Грузии получилось». Спасибо. Ну, у книжки свой автор есть, поэтому я, скорее всего, буду о чём-то другом. Ну, ты же её учил. Значит, я хотел, значит, согласиться о том, что было сделано, хотя сделано было много чего, и там такой складного рассказа не получится. Во-вторых, меня очень беспокоит сегодняшняя ситуация, когда когда-то надо наблюдать некое, знаете, утомление от Вашенцовского концерта, и такая попытка ревизии, что вот надо как-то всё по-другому, там надо всё как-то по-воздушному делать. И поэтому вот я сначала очень как-то скажу про Грузию, что было сделано, и как, и к чему это привело. Потом я постараюсь представить, тут тоже пару слов, может быть, сказать о том, что, мне кажется, болит в целом, доболело. Ситуация заключается очень кратко в следующем, что Грузия прошла через путь реформ в течение 2004-го и по сегодняшний день реформа, когда происходит. Был интенсивный период реформ, это 2001-2004-2007 год. Хотя я ещё раз говорю, что реформы происходили чуть-чуть и до этого, и продолжались и после этого. И в целом, если меня спросят, какие-то основные компоненты этих реформ, наверное, это была борьба с коррупцией, в целом, это воссоздание, публичных услуг, как это называется, государственных услуг, сектор государственных услуг и реформирование экономики. Хотя реформирование экономики, в том числе, включая в себя первые две вещи. Вот. Вот в части реформирования экономики, можно сказать, что это было три основных компонента тоже. Первый компонент – это было открытие грузинской экономики, второй компонент – это было дерегулирование, и третий компонент – это продолжающая депрограммная налоговая реформа. В чём был смысл того и другого? Мы в одностороннем порядке решили открыть наш рынок для товаров и услуг из развитых стран. Это, кстати, такое осознанное решение. Мы поняли, что мы не сможем, то есть, чтобы уничтожить всякого рода технические барьеры, понятно, что если что-то полезно или применимо в Германии или Швейцарии, то, скорее всего, оно не вызовет ничего плохого и в Грузии тоже. И этот принцип мы применили в отношении большого количества сфер деятельности, начиная от лекарств, или кончая, скорее, лекарствой, потому что последнее, потому что было открыто, был рынок практически полностью. То есть, если лекарства инвестированы в разных странах, у них есть соответствующие решения, то их можно применять в Грузии при сфер деятельности. И это было сделано для всякого рода технического регулирования, не то, чтобы потом было повторено частично в России. Это было сделано для финансовых институтов. И в первую очередь это было сделано, это была самая простая, самая любимая моя реформа, это было сделано для визового регулирования. То есть, мы посчитали, что визитеры из разных стран, они, в принципе, не представляют никакой угрозы, поэтому создавать там визовый режим никакого смысла нет. И это включало, вот это открытие в Грузии с экономом включало, в том числе, и одностороннее снижение таможенных тарифов. Таможенные тарифы сейчас в Грузии одни из самых низких в мире. Мы из сложной системы, там, с семью или с какими-то количествами, восьми разными тарифами, имеем простую систему, с тремя тарифами, 0,5 и 12 процентов. При этом большинство товаров, они обладают с поставки 0, и совокупный сбор, совокупный сбор тарифов в бюджет составляет меньше, полпроцента от ВВП. То есть, полпроцента от ВВП, это, как бы сказать, экономический барьер на пути импорта в Грузию. Поэтому понятно, что это фактически ничто. И по этому показателю мы близки к группе таких открытых стран, таких как Гонконг, Сингапур, Макао. Вот Грузия находится где-то в их... То есть, по-разному оценивали там, то иногда мы впереди Макао, то впереди Сингапур, то впереди Сингапур. Вот, то есть, вот открытие грузийской экономики, которое состояло из этих трех важных движений, хотя там было много всего еще другого, оно, мне кажется, очень сильно повлияло на вовлеченность в Грузии в глобальные процессы. И по степени глобализации, вот, в Сюрихском институте, университет, он мерит уровень глобализации разных стран, и мы наиболее глобализованы из развивающихся стран. Так что, мне кажется, это имеет свои долгоиграющие положительные последствия. Что касается дорегулирования, то дорегулирование заключалось в том, что мы постарались побольше изъять государство из экономической жизни, уменьшили количество разнордоразрешений, значительно, лицензии и тому подобных документов, упростили все процедуры, упростили трудовые отношения, стали больше полагаться во всем на договор, чем на регулирование. Это касается и трудовых отношений, и потек, и банковских кредитов, и так далее, и так далее. Значит, вот налоговая реформа, она была в сторону упрощения и снижения, в 2004 году было около 23-24 налогов, чтобы местные, которые везде были. Мы постепенно снизили количество налогов до 8, потом до 7, сейчас до 6. Ставли всех налогов были снижены, некоторые из них радикально, некоторые из них нерадикально, налога на добавленную стоимость по 17% у нас, а вот налоговая прибыль 15%, и он был снижен радикально. Мы, мне кажется, самое существенное, это ликвидация социального налога, объединение социального налога с подоходным налогом, и его снижение. Сейчас у нас совокупная ставка этого единого подоходного налога, который включает в себе бывший социальный налог, составляет 20%. Это одна из самых низких уровней налогообложения и зарплат, которая неизвестна в этой части света, по крайней мере. Последнее значительное снижение водоходного налога произошло через два месяца после Российско-Грузинской войны, августа 2008 года, и это было экономическим нашим ответом на вот эту войну и на надвигающийся кризис. Мы снизили подоходный налог с 25-20%. Мне кажется, как раз оно сыграло свою позитивную роль в деле преодоления последствий кризиса и послевоенного, 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 послевоенного. снижение и послевоенного. Конечно, всегда хочется сделать больше, всегда можно сказать, что результат недостаточно, и мне кажется, что результатом всего того, что все, что мы сделали, оно происходило на фоне чего-то. Какой бы был этот фонд? Этот фонд существовал, конечно, до 2004 года и существует до сих пор. Значит, страна с двумя спорными территориями, территориями, которые не считают себя частью страны и к чему это привело, мы знаем, что расскажем. Плюс параллельно страна полностью зависимая от России в части поставок газа, электроэнергии, и газа и электроэнергии использовались как элементы давления, и известная история, когда на российском участке передающих путей, то есть на газопроводе и на линии электропередач внезапно в один и тот же день зимой произошли взрывы и внезапно Грузия оказалась отрезана от всех источников энергосрабжения. Потом было в одностороннем порядке и без официального объявления т-факто введено эмбарго на грузийский экспорт в Россию, а Россия была крупнейшим торговым партнером Грузии в 2004 году, сегодня она является шестым торговым партнером, и то за счет того, что мы экспортируем электронную энергию в Россию, в это же время были остановлены все полеты в Грузию, была Российско-Грудинская война в августе 2008 года, была оккупирована 20% нашей территории, случился кризис после этого. Каковы результаты? Результат следующий, что мы получили 9% среднего экономического роста за этот период? Что такое 9%? Хорошо это или плохо? Мне кажется, что если мы речь идет о развивающейся стране, у которой нет никаких проблем, то это не так много. Мы знаем, что Китай развивался быстрее. Если речь идет о стране, которая подвергалась периодическим блокадам и военных действиям, то мне кажется, это достаточно хорошо, по крайней мере, мне не стыдно за эти проценты. Хотя, в общем-то, я представляю, что они могли быть лучше. И что самое важное, мне кажется, заложена основа для долгосрочного роста. Основа заложена в том, что нам удалось в существенной степени реформировать, параллельно с тем, что я говорил, некоторые разные вещи, связанные со взаимодействием государства и человека. В частности, я упомянул уже, что мы смогли ликвидировать такую квазинокопительную пенсионную систему, то есть pay-as-you-go. У нас нет пенсионного фонда, у нас консолидированный бюджет, консолидированный бюджет собирает налогу, у нас нет никакого другого парового обложения. Нам удалось в значительной степени реформировать систему финансирования медицинских услуг для населения, и это делать сегодня в виде частного страхования. Нам удалось в значительной степени реформировать трудовые отношения, и они сегодня очень гибкие, и в принципе они не могут быть препятствием для правильного ответа на шок и разные вызовы. Нам удалось в значительной степени реформировать систему финансирования среднего образования, высшего образования, поэтому мне кажется, что правильно с 9% ростом у нас заложена некая основа для долгосрочного следующего этапа роста, который в зависимости от конъюнктуры мировой и от наших усилий может быть и двузначным, и однозначным, но по крайней мере у нас есть понимание, что 5% на 6% рост это убийственно мало для нас. другое дело, что сможем ли мы достичь более высокого значения роста или нет. Вот это очень коротко что было сделать, что удалось сделать. Понятно, что для одних это окажется очень поверхностным рассказом, для других это окажется рассказом с очень большим количеством данных, но очень быстро рассказываем. Но у меня другого выбора не было, потому что я хотел увидеть все сразу, все, что происходило за эти 7 лет. конечно можно было рассказать про одну или другую реформу более детально, это может быть было бы даже более интересно. Правильный ли это путь, по которому мы двигались? Я сейчас наблюдаю, что происходит некоторая эрозия наших представлений, представлений значительного количества практикующих экономистов о том, что ведет к успеху. такая идет новая реакция кирсиарского социализма или капитализма, что в принципе должно быть одно и то же. Мне кажется, и наш опыт, и опыт многих показывает, что на самом деле никакого второго пути нет. путь государственного стимулирования совокупного спроса дорогам никуда. Единственный путь это когда государство уменьшается в размерах, когда государство не влезает в частную жизнь граждан, когда граждане получают возможность принимать решения самостоятельно в все большей и большей степени. и только этот путь обеспечивает и особенно в условиях кризиса, который вызван избыточным госрегулированием, только такой путь способен привести нас к экономике, которая будет устойчива для вас в течение многих лет. Спасибо. Перейду к ответам, если вопросы будут. Спасибо, Хахав Танделович. Прошу вопроса. Не стесняйтесь. Пожалуйста. Уважаемый Каха, остался за кадром вашего рассказа один вопрос, а именно, как и почему это все удалось сделать? Вот не получалось, а в четвертом или в каком-то году ситуация стала очень круто меняться. Благодаря чему? Я думаю, что спасибо за вопрос. Если вы получите так, то мне будет больше этого. Это удалось сделать. Это удалось сделать. Мой ответ будет такой. за счет того, что других путей не было видно. Все глупые эксперименты были поставлены до этого. Страна пыталась в начале 90-х сделать металл между госкапитализмом и военным коммунизмом фактически вызвала чудовищный спад экономики. Страна пыталась построить такую коррумпированную модель экономики в условиях, когда мы бы гармонизовали наши законодательства с европейским. понятное, что это тоже закончилось ничем. Правительство, которое пришло на революцию Росква, оно получило большой мандат. Мандат, если кратко сказать, был такой, что надо, чтобы не было коррупции и надо что-то делать. И вот это что-то было только либерализацией, ничего другого не могло работать. И благодаря тому, что был такой мандат, и антикоррупционный, чтобы происходить в условиях какой-то коррупции, вот за счет этого удалось сделать. Условно, это связано с теми людьми, которые в это время принимают решения. То есть роль личности в истории в данном случае совершенно четко очевидна. Каха, добрый день. У меня два вопроса, точнее две просьбы. первое, если можно рассказать об акте свободы, о его содержании, если там есть дополнительная информация о текущем состоянии по его принятию. И второе, вот и на этой конференции, как и на многих других, обсуждается такой вопрос внешних факторов, которые способствуют проведению реформ. Нельзя ли было, может быть, чуть побольше сказать о помощи такого внешнего фактора, как, ну, точнее, даже не Россия, а российское руководство в проведении реформ? Да, пожалуйста. Что касается российского руководства, с конца начальства, я думаю, что тут, безусловно, реформы Грузии, они, такая, иллюстрация фраза Ницше, если это вас не убьет, то это сделает вас сильнее, да, потому что, конечно, каждое действие России, особенно грубое действие России, оно порождало противодействие или результаты, которые, в общем-то, нивилировали это само действие, и приводили к более эффективному, более эффективному решению. Вот, к примеру, все эти игры с энергетикой, отрезания Грузии, и так далее, и так далее, они привели к тому, что на сегодняшний день среди бывших стран СССР по утильной энергоемкости ВВП, по удельной энергоемкости ВВП, две страны лидируют, это Эстония и Грузия. Это не связано ни с бедностью, ни с богатством, это подробно речь идет не об абсолютной, а об удельной энергоемкости ВВП. То есть, энергоемкость каждого дома нашего ВВП, она самая маленькая. То есть, у нас использование электронной тепловой энергии. Российская эмбарго на экспорт грузинских ВИН привело к тому, что фактически эта отрасль полностью перестроилась, были значительные инвестиции в качество, сегодня грузинское вино, оно в принципе уже другое, чем было 5 лет назад, и оно может быть не так быстро, как хотелось бы, но оно проникает на рынки развитых стран, Соединенных Штатов, Европы, других стран. Мне кажется, что это тоже такое. Я даже один раз предложил виноделам скинуться и поставить памятник Владимиру Владимировичу Путину, знак Владимиру Владимировичу Путину за улучшение качества грузинского вина. Первый был вопрос, о чем, извините? Акт свободы. Да, акт свободы. Значит, ситуация такая, что он прошел первое чтение в парламенте, и я надеюсь, что в течение какого-то ощутимого времени он будет принят. Хотя, мне кажется, что есть определенная оппозиция акта свободы. Смысл следующий, что это конституционный уровень закон, который ограничивает возможности правительства. то есть налагает на правительство некоторые внешние ограничения. Эти ограничения касаются частично схожи с маслянским критерием. То есть нельзя занимать больше определенного объема, дефицит должен быть не больше 3% ВВП, значит, нельзя создавать новые регулирующие органы, нельзя вводить новые лицензии и разрешения. Билдер должен быть устроен универсальным образом, не могут быть изъятия из-за универсального характера, и так далее, и так далее. То есть этот акт служит данным процентом, что они, допустим, и так далее. Этот акт фактически декларирует экономическую свободу в разных ипостасах, пассивных и активных ипостаси, как пострадавшему политику, для изменения которого необходимо, чтобы было принято решение квалифицированным большинством. То есть это как изменение конституции, в принципе. Вот этот акт, в общем-то, понятно, что сейчас, когда мы его начинали делать, он казался чем-то таким диким. Да? Зачем это нужно? Оказалось, правда, что есть страны, в которых действуют аналогичные действия. Например, в Швейцарии налоговая система построена таким образом, что без референсума во всех кантонах налогов нельзя получить. Но, кроме этого, уже после того, как мы начали этим заниматься, аналогичные решения были приняты во многих в инвекторах надевающихся странах, в частности, в первом переборации она конституционно ограничила объем бюджетного инвестицида 2014 года меньше, чем одним процентом ВВП. Там не помню, какая-то цифра. Это еще путь такой, по которому общество может в какой-то степени ограничивать государство, будущее правительство в безумиях своих. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо. Как, Автон Делович, сейчас в Москве книжка о том, почему у Грузии получилось, где вы выступаете, как Демиург реформа, она стала одним из бестселлеров, и это замечательно. Но вопрос стоит в следующем. известно, что в Грузии существует довольно мощная группа, противодействующая реформам, и это мы видим, собственно, сегодня по телевизору, скажем так, вчера-сегодня. Но есть версия, что это люди, которые не вписались или потеряли свои привилегии в результате очистки коррумпированной системы. Вот хотелось бы все-таки знать ваше мнение относительно социальной базы противников преобразований. Кто они такие? Спасибо. Мне кажется, что в вопросах такого рода простые рецепты описания, они очень опасны, потому что могут затуманить нам глаза. Хотя, если описывать ситуацию очень упрощенно, сильно упрощенно, то, безусловно, какая-то часть тех людей, которые сегодня митингуют, они являются теми людьми, которые пострадали от реформ напрямую. служили в одном из прогнившихся структур, налоговые службы или таможни и так далее, и напрямую потеряли в своих доходах. Но я бы не стал сводить все противодействие реформ только к этому. Там, конечно, есть и другие компоненты. Точно так же, как хотел сказать, что лидеры оппозиции, что они все исключительно люди, которые против этих конкретных реформ. Они очень разные там есть. Но реальность такая, что мне кажется, что у Грузии нету большого количества вариантов, как двигаться. Потому что для Грузии стояние на месте это эквивалентно самоубийство. Не проведение дальнейших реформ отсутствия значительного экономического роста это эквивалентно самоубийство. Значит, стагнация это просто прижал в спину. Поэтому есть сопротивление или нет. Нужно работать и нужно двигаться вперед. Спасибо. Еще вопросы? Может, кто желает высказаться? Пожалуйста. Смелее. Пожалуйста. Андрес Асун. Хочу бы спросить, как Грузия сейчас смотрит на вступление России в ЭТИО? Как у вас двустороннее дело? У нас проходят консультации в Берге с российской делегацией. Многие об этом знают. мне кажется, что у России есть достаточно неправильное представление оппозиции Грузии. И это представление связано не с тем, что люди не слышат, а с тем, что люди слышат, но не понимают. В чем заключается наша позиция? Наша заключается в следующем, что у России с Грузией существует граница. Она проходит по Кавказскому хребту так примерно. И мы считаем, что таможенные пункты находились на этой границе должны находиться в едином режиме. И там должны быть контроли со стороны России российскими, таможенные со стороны Грузии грузинскими таможенками. Эта позиция была нашей позиции до 2008 года и после 2008 года тоже. От Абхазии независимым государством от этого наша позиция не меняется. В чем заключается позиция России? Позиция России заключается в том, что у Грузии никакой собственной позиции нет, а Грузия является марионеткой в руках американской администрации, которая делает, что хочет. Как только американская администрация даст на помашку, так Грузия и согласится. безусловно Соединенные Штаты Америки наш стратегический союзник и мы уважаем их мнение, но это не дошло до того, чтобы вместо собственных мозгов транспортировали бы американские мозги, мы своими мозгами не думали. Поэтому Россия все время с российской стороны обращается к американцам с другими и давайте отмашку уже давно, вы же договорились вроде, все, пора. На самом деле мы являемся самостоятельным субъектом этих переговоров. Вот пока это осознание не придет, мне кажется, что эти переговоры будут идти не очень эффективно. Спасибо. Еще желающие вопросы, выступления по поводу нету. Дорогой Каха Автодилович, давно тебя не видел. Очень сожалею. Я от чистого сердца желаю успеха тебе и Грузии. А мы будем использовать опыт. Желаю успеха. Я вам тоже желаю успеха. Знаете, что никто так, никакая страна мира, никакой народ в мире так не хочет успешно изменить Россию как Грузию. Для нас это вопрос жизни и смерти. счастливо тебе, мой дорогой. Всего.